Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру мир, нет войне! Сегодня у меня какой-то вот именно такой посиделочный с обращением в голубые экраны день, как я вам уже сказал перед обзором, нажав отбой, что у меня просто сегодня по погоде не срослось выйти на улицу, хотя на улице я очень люблю снимать и не только уличные тесты, но именно обзоры каких-нибудь дудухолок и так далее. Этот нож не дудухолка, но по большому счету почему я решил вот сейчас именно показать его вот в таком формате, потому что здесь 6 дюймов клинок 152 миллиметра и соответственно просто вот применимо к рукам, как-то вот покрутить. Фиксиды вообще все равно лучше показывать вот именно вот так вот. То есть какие-то маленькие может быть говорящие руки, там вы раз но разглядите какие-то больше деталей там и прочее прочее. Но здесь плюс как-то я так уютно устроился уже, у меня сегодня такой был эмоциональный немножко день съемочный именно в том плане, что я на обзоре т4000 с экстрема рацию там очень сильно коснулся опять же темы войны и прочего и прочего, темы какой-то морали, которую некоторые не товарищи просто утратили от слова совсем. Вот и все равно я вот обратил внимание, после этого я снимал ужас нах от Дитмара Поля. Кстати говоря, там именно я забыл сказать в обзоре, что там речь идет о юбилейном сороковом годе от первой крови до From Thirst to Last Blood. То есть это как бы очень-очень тоже такая знаковая вещь. Поэтому я более чем уверен, что на момент обзора этого ножа он за свои 915 евро уже улетит славнее. Ну это действительно такая коллекционная штука. Это то, что я вам сейчас покажу. Ну нифига не коллекционная штука, это абсолютный работяга, абсолютный нож, который вот я просто, я был настолько приятно удивлен, потому что когда ты готовишься к обзору, ты смотришь как бы ТТХ, бывает так, что посылочка славнее пришла нифиговая такая и чисто как-то вот на автомате. Плюс, как правило, в 95, наверное, процентах случаев ни производитель, ни ламния не пишет ширину клинка. А это, и для меня это удивление, почему? Потому что на самом деле я считаю так, что длина клинка, длина ножа, длина клинка, толщина клинка, это важные параметры и ширина клинка, это не менее важный параметр. А в идеале, если бы вот у меня был бы, ну опять же, мне не нужен магазин, я вам пишу все эти параметры в начале видео и плюс еще проговариваю высоту спусков. Почему? Потому что когда ты вот, ну, читаешь, да, ТТХ, ты уже понимаешь, 6 дюймов, толщина клинка 4 миллиметра, то есть без перебора, это совершенно нормальная толщина клинка для Фиксида, для Аутдорника это абсолютно, абсолютно как бы здорово. И нигде не написано, какая ширина клинка, но когда ты понимаешь, что ширина клинка у тебя здесь 40 миллиметров при достаточно высоких, ну вот высота спусков здесь, ребята, к сожалению, я думаю, что вы вряд ли увидите, высота спусков здесь получается, ну, 3 сантиметра точно, высота спусков есть. И ты понимаешь, что у тебя просто обалденный нож, просто офигительный. Почему? Потому что у него именно, это походный кухонник, самый классный, ну вот, прошу прощения за то, что на фоне футболки, может быть, плохо видно, это специальный финиш апо-вождь, то есть апокалиптический blackwash. Вот, и когда ты достаешь именно нож из коробки и замеряешь ширину клинка, ты понимаешь, боже, он великолепен, он просто прекрасен, потому что это на самом деле все, что тебе нужно в Outdoor. Это возможность, плюс опять же здесь, видите, такой жесткий обух, чтобы высекать искру, возможность строгать, возможность батонить. Хотя батонить, ну, я говорю, что я в качестве теста в батонию. В реальной своей какой-то жизни, когда я выхожу куда-то в лес, я не батонию от слова совсем и никогда, потому что, ну, нахрен не вперлась, зачем? Зачем портить вещь? Ну, включи мозги, то есть очень-очень редко, когда нужно там именно, опять же, когда вам нужно щепу добыть, это не совсем батонинг, это немножко другое, правильно? Вот, но опять же, если хочется, пожалуйста, здесь очень-очень форма такая клинка, именно такая кухонная, и колбаску порезать, и соседа зарезать, кончик невероятно хищный, то есть здесь все для того, чтобы быть довольным клинком. И мы переходим к рукояти, и рукоять здесь просто бомбическая. Берешь в руку и понимаешь, вот оно родное, просто вот, вот каждый миллиметр, каждый вот это вот, здесь даже дело не в брюшке, мне нравится, когда такие рукояти мы смотрим вот таким вот образом, здесь потоньше, здесь потоньше, здесь потолще. Сама по себе рукоять, она не толстая, она без перебора, она пухленькая. И вот сжимаешь, и ты понимаешь, все, пора, природа зовет, надо идти, сделать какой-то там костерок, палаточку, перекус, там туда-сюда, потом рюкзачок, и снова идти, и идти, и идти, слушать птичек, наслаждаться, там пускай и комары тоже нужно, комаров подкармливать тоже нужно иногда, правильно? Без них никак. Вот, то есть, здесь прямо вот все, смотришь на фотки, берешь в живую, понимаешь, идеальный походный нож, идеальный реально, вот абсолютно под все задачи, он выполняет, он не выполняет только роль, может быть, топора и мачете, но в общем и целом, он закрывает вам абсолютно все, при том, что это вот действительно, а с учетом того, что Work Top Gear, они выпускают иногда откровенно такие, ну, фриковатые ножи, то есть, с перебором вот таким вот, с чем бы сравнить? Давайте вот подумаем, но Барк Рейлер я не буду сравнивать, если мы говорим о американцах, именно таких вот природных американцах, ну, ладно, я не буду создавать конфликт интересов, суть в чем? Суть в том, что вот конкретно этот нож, как только я его достал из коробки, замерил спуски, посмотрел, я понял, ля-ля, просто обалденный нож, просто, просто офигительный, удобный хваткий, идеальный клинок, оптимальная именно для каких-то путешественных вещей длина клинка, здесь все просто суперски продумано. Итак, Voyager, Work Top Gear, причем, если вы будете искать этот нож на Аламни, то здесь французский прононс, здесь добавлена буква U перед R в конце, предпоследняя буква U, вот, и, скорее всего, нужно и читать по-французски, но моя твоя не понимает, я не знаю, как по-французски, Voyager, какой-нибудь там, типа-то, Сильвуплея, но, в общем, если вы наберете Voyager, как вот именно Voyager в конце ER, это означает, что ли, или ER, то вас и выбросит сразу на Cold Steel'овские Voyager, и вы этот нож не увидите, поэтому не забывайте, что здесь название в конце идет, предпоследняя буква добавляется U. длина 257 мм, длина клинка 152 мм, ширина клинка 40 мм, из которых, как я вам уже сказал, ну, где-то 31-32 приходится на спуске, при толщине F4, это прям резак, финиш клинка, АПУ вождь, сталь, СК 85, 56, 58, здесь по шкале рокула заявленная твердость, то есть твердость именно такая аутдорная, с защитой от дурака, с какой-то вот именно, с какими-то, с каким-то запасом именно и прочности, и пластичности, и так далее, мне бы его потестировать, вот это, конечно, фигово, то, что я понимаю, что все хорошо, но хотелось бы, конечно, и порезать, а самое главное, и построгать, и порубить что-то, почему, потому что тогда все вот эти вот мои восторги, все вот эти вот мои запинания, припинания, потому что если бы на этом ноже стояла бы экстремовская Бюллер Н690 на 58 единиц, я бы сказал, что вот лучше просто ничего не нужно, потому что он действительно, он очень-очень, он очень хваткий, он очень удобный, и геометрия клинка здесь просто-просто офигительная, просто вот пятерка. А учитывая, что я не совсем в курсе, что за сталюка и как они ее калят, ну, пускай это будет как бы моментом предположений. Рукоять G10 Full Tank, вес 283 грамма, ножны Kydex, на ламни этот нож стоит 202 евро, с учетом того, что это made in североамериканские Соединенные Штаты, абсолютно, по-моему, так, сейчас, подождите секунду, ребята, попробуем найти где-нибудь, ням-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Надпись, 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 надпись. У нас есть время, правильно? Звонок для учителя, никто не расходится. Сейчас я просто... Здесь все очень просто. Все очень-очень просто. Почему? Потому что на ламни набираем как раз таки... Я привык доверять именно ощущениям. Если ребята не забыли, у ламнийцев обычно стоит вот здесь вот этот, как он называется, значок о том, что нож сделан в Штатах. В данном случае здесь не стоит, поэтому, возможно, где-то он делается не в Штатах. Но в любом случае 202 евро он свои стоит. С другой стороны, как он может быть не в Штатах, если у него абсолютно штатовская сталь? Ну, то есть, как бы, скорее всего, все-таки он сделан в Штатах. Почему? Потому что именно как раз таки углеродку, это самое-самое, что ни на есть, природная такая американская тема. Дальше идет у нас пакетик такой вот в комплекте отдельно. Такой очень-очень мощницкий подвес. Вы его можете под правую, под левую руку подвесить. Что у нас еще? Еще красивая вот такая вот салфеточка. Ну, тут патчики, понятно. Инструменты. Инструменты для того, чтобы примастырить подвес. Здесь все винты, шайбочки, все есть. И моточек паракорда. Отличный комплект. Что еще сказать? Вот в ходе оглашения ТТХ и до ТТХ я вам про этот нож практически уже только что все рассказал. Почему? Потому что в ножнах нож сидит абсолютно намертво. Опять же, классно показывать, размахивать, потому что когда я делаю это, говорящие руки, я это делаю как-то так, чтобы все-таки не снести камеру. Здесь у меня нет такого риска. Отверстие для того, чтобы клиночек дышал, есть. Выстреливается просто на ура. Отличнейший финиш. Представьте, вот этим ножиком, да что-нибудь действительно, поботонить, построгать, повырезать. И каждая следующая микрокоцка, каждая царапка, она будет вам добавлять просто в этот нож действительно такого прям вот, ну, шарма. Шарма. А учитывая, что это апокалиптика, это прям будет прям вот совершенно правильное движение. Рукоять любым хватом, диагональным, молоточным, обратным, очень удобная, очень удобная. Это реализация отверстия для темляка, здесь сделано через вырез в накладках и вот сюда вот вставляете. Мне очень, мне очень нравится. То, что здесь пыль и грязь и сборник, безусловно, будет ли мешать? Нет. Дунул, дальше пошел. Мне очень нравится то, что здесь именно вот нет какого-то вот, не нарушается какая-то чисто даже визуально целостность рукояти. При этом у вас есть возможность поставить темляк. И темляк будет еще что немаловажно, вот если говорить о темляках именно применительно к аутдорным ножам. То чем ближе он к кончику, тем лучше. К окончанию, к жопке рукояти. Самый рекорд, это был, конечно же, нож, если вы можете посмотреть, блин, столько воды утекло уже семь с лишним лет. Хаски Златоуст Аир, там они запиндюрили отверстие для темляка аж вот в эту вот последнюю треть, вот куда-то вот сюда. Это, честно сказать, просто полный, полный ахтунг. Вот, поэтому реализация через самую вот эту вот, через самую жопку, это просто отличное решение. Нож офигенный, просто офигенный, в нем все для того, чтобы, и в нем нету вот этого вот, только что я говорю, показывал полфорс, там вот эта вот киношность, брутальность, там туда-сюда, столько вот этих вот наворотов. На косарь евро набрали мы, как бы, комплект, там, пятое-десятое, все очень круто, все очень замечательно. Это инструмент, покупаешь, берешь, идешь, наслаждаешься. Но это инструмент не магла, а нажиманая, правильно? Потому что инструмент магла, ну магл не отдаст 200 евро за нож. Это именно, здесь есть чем, как говорится, попантоваться, здесь есть о чем говорить, вот, и при этом это действительно очень-очень достойный нож. Спасибо за просмотр, всего доброго, пока! Продолжение следует...